Итак, всем привет, с вами ДопГ, мы продолжаем играть в Кайзершизу, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же нападаем на Россию с нашим Махатма Лениным, поехали! Сразу же нажимаем галочки и... да, бои сразу начинаются, причем, как мы видим, везде они зеленые, где-то есть красные, но это, наверное, исключение, потому что там какая-нибудь одна дивизия, да, атакует вражескую через речку какую-нибудь плохую местность, но... Кроме таких нюансов, в целом у нас все хорошо, авиация наша, кстати говоря, не работает, это надо поменять, по классике решили бот немножко повыключать ее, такое бывает, ну и да, без уших проблем, я думаю, мы сейчас сможем их пропушить, и параллельно с этим мы также готовим нашу армию для обороны от силы Японии, потому что в теории они еще будут к нам высаживаться, Поэтому стоит нам подукрепить наши порты вот здесь вот, просто на всякий случай Поддержка войны, кстати говоря, в России не резиновая, этого у меня какой-нибудь айшов империализма, здесь действительно, видите, вот потери бои в бою, они будут снижаться, это желание войны И плюс мы сейчас агентами постараемся даже чуть-чуть поработать, в итоге у нас есть шансы, что поддержка войны к концу снизится, достаточно, чтобы мне не пришлось захватывать прям все Хотя мы в любом случае идем с востока на запад, так что в Сибири так мы все захватим, ее, к сожалению, пропустить нельзя Также мы еще параллельно подстраиваем авиабазы на линии фронта, чтобы как раз-таки иишки туда перебрасывали авиацию, и она, ну, работала, как говорится Они просто простаивала, и надеюсь я, что иишки перестанут выключать авиацию, но это просто бесит Видите, вот только что на ваших глазах они взяли и выключили какие-то самолеты Почему? Да хуй его знает А что я могу вам сказать, происходит просто перемалывание, на самом деле, армии России, потому что у нас нету танков И мы просто нашей пехотой методично наматываем весь евразийский блок на свои орудия Теряя в процессе, конечно же, эти самые орудия, но людей у нас бесконечность, снаряжение у нас, ну, я бы сказал, около бесконечности Так что мы можем себе это позволить И вот Афганский Эмират капнул, и здесь мы дожмем силы России И также надо будет вот эту вот тоже сыпету убирать, потому что, ну, они немножко проходили вот здесь вот Тут есть вот эти вот мерзкие провинции Господи, как я за вот эти вещи ненавижу Казаршизу Но, тем не менее, все в остальном окей Потихоньку, потихоньку мы их уничтожим А здесь, я тебе говорю, Германия смогла камбэкнуть успешно И, в принципе, выбила, по-моему, полностью, да, интернационал пал Германия пережила это Сиграя, чтобы вы понимали А, только-только гражданская война в Испании закончилась Чтобы вы понимали, вот такие цифры экономики России Да, Россия что в Казарахе, что в Казаршизе Немножко сильная И там ребята восстанавливают в свои порядки, а мы просто уже сто воензодов на пехотку отправляем и делаем почти тысячу в день Ну, как эффективность поднимется, будет реально тысяча в день пехотки Да, наша экономика веселая У России, я думаю, ситуация не хуже Даже, наверное, лучше, еще у них есть танки И это, наверное, не так мало Но нас-то мало волнует О, и, наконец-таки, японцы попросили мира Видимо, именно Сахалин был политическим А, слушайте Ну, ладно, плевать на самом деле Я, главное, все в этой территории заберу На остальное, в принципе, мне концептуально плевать Еще мне дают забрать все Такое мы, конечно же, тоже не упустим Потому что здесь много ресурсов, ну и просто всегда захватить лучше, чем не захватить, верно? Я надеюсь, что Корея и Сахалин также должны остаться у меня Иначе это было бы нелогично Также здесь мы немножко реорганизуем наш фронт Я уже делаю один единый фронт на всех генералов Кстати говоря, я вижу, что у нас здесь Да, произошло вот это вот, ладно Можно уже продолжать наступление А вот эта армия, пожалуй, пойдет вот сюда добивать Что тут осталось, как говорится Ну и вот здесь вот эти две армии также Могут заново наступать В принципе, победа Как будто близка И самое главное, мы пока захватываем все Мы как будто пожираем Россию И забираем ее промышленно Забираем ее ресурсы, население И присоединяем ее к нашему Священному союзу Шабелла тут, говорят, просто еще и идеологию Расписывает Лорна В общем, если вы отборный шиз, вы можете это прочитать Я, пожалуй, еще не достиг такого уровня Чтобы читать такой текст Ну и вот наши прекрасные цифры Казуальные производства Мы действительно покрыли все минусы Я давайте закажу себе еще казуальных Так, ну, 48 тоже DVD Мы их достаточно быстро, я думаю, получим И вот этому генералу дадим на гарнизоны У нас на фоне немножко интеграции плюс войны Поддержка войны подопала Поэтому мы нажимаем все кнопки пропаганды Чтобы эту поддержку войны вернуть И, кстати, Германия вновь начала войну с Россией И решили подсосаться Ну, очевидно, что заберем все мы И, в принципе, уничтожили всю армию тоже мы 3,7 миллиона уже потерь Россия уже расширяет призыв Что неудивительно В частности, на фоне того, что Россия на Запад Перетянет часть войск Во-первых, она вполне себе, я думаю, победит на Западе По крайней мере, я не думаю, что Германия сможет перейти в наступление Если Россия туда достаточно сил отправит Потому что силы у России все еще огромные А Германия все еще была очень сильно подбита Но это еще больше ее ослабит И сейчас еще больше промышленности окажется в наших руках Не то, чтобы это на что-то могло повлиять У нас так уже 500 заводов Мне просто, ну, их некуда и тратить особо Танков-то все равно нету Не забываем подстраивать авиабазы Хотя, да, тут уже как будто даже дивизия начинает Их вот эта Россия Хотя это просто потому, что мы слишком быстро пушим Давайте посмотрим так чисто, или пусто Что у нас по ветеранству И, да, у нас здесь было очень много ветеранов Но теперь весь опыт они потеряли Байкс, игоря Да, вот здесь вот особенно Это видно, что они все были полностью обучены как минимум И, да, потери, конечно, большие Потому что, ну, мы просто атакуем на Агрессе на плане И смотрите-ка так Это неинтересно нам, что в Египте Но вот Персия капитулировала И Россия вот-вот тоже Мы захотели большую часть В принципе, если смотреть вот так То как будто даже Россия побеждает У нее тут война С Германией Причем Причем, кстати говоря, наступательная Они серьезно Они серьезно такие Блин Уже Ленин уже пересек Урал Блять Я знаю, что спасет нашу Россию Маленькая победностная Объявляем войну Германии Прямо так, как-то там, видимо, рассуждали Я не знаю Ну и, как я говорил, да Поддержка войны все-таки подснизилась Стратится политка на то, чтобы ее повышать Что логично Кстати говоря, мы тоже видите, как уже подняли бы красиво Но Это все-таки скажется И Россия капнет, я думаю, с падением Как раз-таки, как мы дойдем вот до сюда где-то И остаются тут еще какие-то силы Тоже На самом деле держатся до последнего Русы Тут Видимо, завозят Байкальскую воду Иначе, чем еще они питаются Здесь, это хороший вопрос Но, к сожалению, даже Байкальской воды не хватит Чтобы противостоять Аватару Красного Махатму Ленину Блин, они сейчас реально Берлин возьмут, черт возьми То есть у них Москва и Питер Скоро падут Но Но в Берлине Россия будет вовремя Мы еще даже каких-то железнодорожных орудий захватили Воевали, я об этом даже не знал И Вы это видели? Тур-то только что взяла и затроллила нас Просто заспавнив за нами свою территорию А почему? Как? Что? Только вопросов Ответов нету Ну, конечно, это никак не повлияет Но Ситуация, конечно, была крайне неприятная Если бы это было в каком-то важном участке фронта Такой прикол То это бы реально нам помешало Пала Москва Питер, в принципе, будет недалеко И Потери уже 6,6 миллионов Причем мы еще и территории забираем себе И их национализируем То есть получаем только Наш мемпаж только растет Прекрасно вообще Поэтому в России Да, просто скушится нереально быстро Но Все когда-то заканчивается И Великороссийская империя Тоже 7-5 миллионов потери Уже все взрослые проходят службу Но наши войска идут на Петербург И с падением Петербурга, я полагаю Падет и вся Россия Даже чуть-чуть раньше это произошло И эти территории Наши национально Мы просто за один присест Забираем себе огромную кучу территорий И Германия, которая на самом деле Имеет какие-то очки Тысячи очков, это не мало Но она просто литр Ничего не получится Те говоря, русская Америка Россия, Аляску как-то успела забрать Видимо, Аляска отделилась И перешла России Ну, судя по всему Ну и что Конечно, мы могли бы пойти Еще куда-нибудь подобивать Но, да, она в таком состоянии Что как будто ей ничего больше не нужно Что-то я понимаю Настоящий Советский Союз Только священы и шамбалы Ну что ж, а вы обязательно подписывайтесь Если вы еще вдруг не подписаны Лайки, комментарии, твичи Скоро густи Все как обычно И до скорых встреч Всем пока Пока